Аплодисменты Все выходите на работу, на учёбу, просто гуляете с собакой или с ребёнком. И что вы видите вокруг? Суета. Люди, машины, прохожие, здания, деревья. Но каждый из нас, глядя на улицу, на ту же самую улицу, наверняка захочет фотографировать совершенно разные вещи. Кто-то заметит одинокую стоящую скамейку под деревом, кого-то привлечёт внимание цветущее дерево, а кто-то заметит красивую лужу и даже отражение в этой луже, а кто-то не пропустит внимание от смыщённого ребёнка, стоящего в стороне, или остановит свой взгляд на интересном прохожем, а кто-то даже заметит мусорку и посчитает важным снять бомжа, просящего на улице. Снимая фотографию, мы запечатлеваем частичку себя. Даже глядя на один и тот же пейзаж, кто-то захочет показать его красоту, его горизонт, его отражение неба, отражение реки в небо в реке. А кто-то обратит внимание на трещины в земле, ему покажется это очень важно, актуально. А кто-то, глядя в небо, захочет показать своё состояние через полёт птиц. То есть это как частичка себя, передаваемая в фотографиях. И каждый человек, нажимая на кнопку, показывает, что его волнует, что его тревожит, что ему интересно. Почерк фотографа – это как почерк человека, почерк поэта или художника. Хочу привести в пример одну из моих учениц. Девушка, работая стюардессой много лет, по долгу своей работы очень много путешествует. Естественно, путешествия очень много фотографируют, очень много красивых городов, красивых мест. Если вы посмотрите на фотографии, сделанные ею до и после начала увлечения фотографии, вы заметите разницу во взгляде на окружающий её мир. Фотографии стали отличаться, хотя сделаны они одним и тем же человеком. Но в том и вопрос – одним ли и тем же? Человек волей и невольно стал меняться, стал более чутким, он стал более внимательным, может быть, стал больше замечать настроение природы, настроение людей. Он стал более наполненным, более чутким. Часто спрашивают, насколько важна хорошая фотоаппаратура для хороших фотографий. И для меня, как для фотографа, работающего профессионально уже много лет и работающего с очень сложной, дорогой, качественной техникой, есть однозначный ответ – это нет. Хорошая аппаратура – это всегда удобно снимать, удобно работать. Но надо помнить, что это не панацея. Самое основное для хорошей фотографии – это умение замечать, делать акценты на деталях, угол зрения и момент съемки. Хочу привести в пример небольшую подборку моих фотографий, снятых на обычный смартфон. В принципе, фотографии, может быть, ничем таким не отличаются, просто многие считают, что они сняты на профессиональную технику. Хочу отметить, что, глядя на монитор смартфона или планшета, вы видите уже готовую плоскую картинку, которую вам проще представить, какая она будет в итоге на фотографии. В отличие от того, когда мы смотрим в окуляр профессиональной камеры, мы видим практически то же, что и видим невооруженным глазом, а это трехмерное объемное изображение, которое трудно представить, будучи уже в рамке. А снимая на смартфон или планшет, мы уже замечаем, видим, особенно для начинающих фотографов, которые только начинают свой творческий путь, мы видим уже двухмерную композицию в рамке. У меня есть вопрос. Как вы думаете, фотография – это правда или вымысел? Это сиюминутная правда, это ваша правда на тот момент, на тот период жизни. Фотография – это как искусство выражения правды. Это точка зрения фотографа на данный момент, данную секунду, возможно, данный период его жизни, отраженный в деталях, акцентах и тех нюансах, которые он чувствует. Но если вы уже фотографируете, то экспериментируйте. Но изучайте основы фототехники, основы композиции, основы художественного построения кадра. Учитесь и пользуйтесь знаниями как кирпичиками, с помощью которых вы сможете добиваться более интересных решений, более интересных ракурсов. Шаг вперед – это всегда шаг против правил. Больше экспериментируйте. Эволюция невозможна без отклонений. Мутация заложена в основе эволюции. Мутация, ставшая прогрессивной, в итоге становится правилом и становится вашим прогрессом. У фотографии очень много побочных бонусов. Например, чтобы хотя бы сделать красивые фотографии гор, вам просто как минимум нужно просто встать с дивана, просто отойти от телевизора, отойти от монитора, от своего гаджета и выйти в реальный мир. Выйдя в реальный мир, вы можете с помощью фотографий знакомиться с новыми интересными людьми. Вы можете оказаться в гуще событий. Новые лица, новые люди, новые эмоции. Также хочу сказать, что фотография для вас, она, возможно, откроет много новых хобби. К примеру, фотоохота. Лично я считаю, что фотоохота – это один из таких ярких, хороших примеров, когда можно найти альтернативу реальной охоте. Ведь по азарту, по накалу страсти он ничуть не уступает реальной охоте. И даже может быть сложнее, потому что одно дело – стрелять, другое дело – сделать удачный кадр. Это гораздо сложнее. И при всем при этом вы имеете шикарный трофей, который у вас будет висеть на стенке, который вы сможете показать своим друзьям в соцсетях. Тем самым вы даже будете пропагандировать сохранение природы, приумножать, может быть, даже рекламировать свою страну, те места. И тем самым у вас будет все гуманно. Например, я по себе скажу, что я очень люблю снимать лошадей. И глядя, как эти лошади занимаются в конно-спортивной школе, я их фотографирую. У меня невольно появилась небольшая любовь, и это стало одним из моих новых хобби. Я периодически езжу покататься, пообщаться с лошадьми, ну и поснимать само собой. Фотография – это как ключевая зацепка была. Я думаю, тоже каждый из вас не останется равнодушным, если вы будете, например, на какой-нибудь выставке собак или кошек смотреть на этих милых животных. Возможно, у вас появится новый питомец. И, естественно, путешествие. Путешествие считается, мне кажется, одним из главных бонусов, которые приобретаете вы, занимаясь фотографией. Желаю фотографировать красивые места, вы начинаете путешествовать. Вы узнаете много новых людей, новые культуры, новые традиции, новую природу, совершенно разные. И вы тем самым обогащаетесь, наполняете свой фотоархив. Я, например, очень много лет мечтал побывать в Индонезии именно на их традиционных гонках на быках. Я побывал на них, я сфотографировал, и остался очень доволен. У меня было очень море впечатлений. И сейчас, глядя на эти фотографии, я всегда возвращаюсь в то время и с удовольствием вспоминаю это. Также я мечтал побывать на краю вулкана. Тоже побывал. Тоже это было очень интересно, волнующе. И это все в моей памяти, оно сохраняется. Это как мой личный фотоархив, который я храню, который у меня стоит. Хочу сказать, что ваш фотоархив, это может быть стать вашим личным дневником памяти. Это как соцсети. Например, если вы ведете правильно свою соцсеть, будь то Facebook или Instagram, неважно, если вы будете вести именно для себя или для своих близких людей, не обязательно, чтобы он был открытый для всех. Может быть, отдельная страничка ваша, отдельная, публичная. Тогда вы сможете не лгать себе, а именно делать то, что считаете, снимать и передавать то, что вас волнует. И тогда через много-много лет этот фотоархив станет именно вашим дневником памяти. Несколько глав дневника, то есть часть моей жизни, вы только что просмотрели. Спасибо. Спасибо.